Привет, уважаемые подписчики! У нас сегодня в программе очередной дом из газобетона. 20 на 14 его максимальные габариты, площадь 285 квадратных метров, 2 этажа, 4 спальни. В общем, снова панорамный формат. Снова я показываю какую-то коробку под крышу. Да, все это уже было, но, тем не менее, этот проект достаточно интересен и стоит на него посмотреть. Я так считаю. Показывать, ходить вокруг с этой камерой смысла не вижу, поэтому давайте попробуем вот так. Фотографии с коптера. А мы идем смотреть, чего внутри, потому что, конечно, панорамный формат, который не все любят, годится для того, чтобы смотреть на планировку дома. Напоминаю, что камеру можно поворачивать в любую сторону. Используйте мышку, палец, кнопки WASD. Короче говоря, дом. Первое – это гараж. Порванная пленка. Давайте зайдем. 36 квадратных метров, площадь гаража. Что интересно, дом не на УШП, нет привычного набора труб, фундамент был уже готовый. Да, мы так тоже делаем, строим и на готовых фундаментах в том числе. Дальше заходим в дом. Планировку, конечно, как обычно, можно посмотреть по ссылке внизу под видео. Мы с вами должны увидеть все своими глазами. Небольшой тамбур. И обратите внимание на ступеньки при входе в дверных проемах, потому что будет стяжка. Была бы УШП, этого бы не было. А на обычном фундаменте сделать это нужно. И вот сразу открывается в ту сторону что-то интересное. Но мы сначала посмотрим. Подсобное помещение. Это, насколько я помню, постирочное. Это помещение называется хозблок. И сейчас вы увидите гостиную, у вас возникнут вопросы. Сразу же, отвечая на эти вопросы, вот газовая труба. То есть отопление этого дома будет с помощью газового котла. И такие большие объемы прогреть будет несложно. Проходим с вами в зону кухни-гостиной. Вот там прямо кухня, а вот это гостиная. И сейчас как раз тот самый момент, когда нужно крутить камеру вверх. Высота потолка мне неизвестна точно. Нет у меня сейчас под рукой чертежей. Но она чертовски высока. Велика, высока, потолок далеко. 36 квадратных метров, как и гараж. И зона кухни, которая находится вот за этим простенком. Еще 26 квадратных метров. Большое окно, за которым терраса. Ну, на террасу потом, может быть, увидим. И второй свет. Высокий потолок, большие окна. Весьма впечатляюще смотрится даже на этом этапе. Пока просто голые стены из газоблока. Вдоль вот этого простенка наверх будет идти дымоход от камина. Там вверху вид на трубу. Большой камин. Очень круто. На первом этаже у нас всего одна спальня. Вот это дверь в большой санузел, 9 квадратных метров. Это маленький тоже санузел. Ну, а это спальня, по-моему, 19-4 квадратных метров. Точно не помню. На планировке можно посмотреть. То есть, весь первый этаж практически занимает общее помещение. Кухня, гостиная, лестница, как обычно, монолитная. Огромное просто окно. Вот оно сзади. И второй этаж. Посмотрите опять вверх. Холл, комната, у всех наклонный потолок. То есть, нет вот этого прямого низкого потолка. Очень большой объем, о чем я и говорил. Но с помощью газового котла протопить его будет, я думаю, не сложно. Вот мы оказались на втором этаже. Отсюда открывается вид на гостиную. Хорошо видно дымоход. Также у нас над кухней большая спальня. 26 квадратных метров, как и кухня. Оторвалась, к сожалению, временная рама с полиэтиленом. Но она открывает нам зато оторванная рама. Доступ на балкон. У дома есть балкон. Немножечко он странный, честно говоря. Потому что, смотрите, здесь-то все хорошо с высотой потолка. Сюда мы выходим. Тут уже такой вот аппендикс у него с более низким потолком. Ну, я, конечно, здесь спокойно прохожу. Но мне показалось немножко странным, что он такой низкий. С другой стороны, почему бы и нет. Тем более, это же балкон. Тут, наверное, будут какие-нибудь шезлонги. Тень. Вот так вот. Опять же, высокий потолок. Там смотрится все очень интересно. И в спальнях потолок получается наклонный. Опять же, высокий, больше воздуха. Мансардных окон, насколько я понимаю, не планируется. Хотя, возможно, кстати, было бы и неплохо. Ну, а с другой стороны, может быть, уже и перебор. Дальше про планировку второго этажа. Остается сказать, что по центру большой санузел. 10-4 квадратных метров. Тоже потолок у него где-то там далеко. Высоко. И еще две спальни. Одна, по-моему, 16 квадратов. И вторая 23. Или что-то в этом роде. Ну, вот одна и вторая. Ничего интересного тут нет. Такие вот окна такой формы. Тоже высокие потолки. А это помещение сбоку. Гардеробная. Вот здесь, кстати, по-моему, будут мансардные окна. Под них оставлен проем. Будет круто, конечно. Но я бы, честно говоря, добавил бы окон еще и в спальню. Но, опять же, это дело вкуса. И заказчики решают сами. Что мне показалось в этом доме странным? Что во всех четырех спальнях ни в одной из них нет ни гардеробной приватной, ни приватного санузла. Казалось бы, при таком размахе и таком размере. И вот этом вот все. И, кстати, еще посмотрите наверх. Да, мы сейчас в холле второго этажа. И вот там два узких окна. Но вы видели их на фотографиях с коптера. Такие окна-бойницы. Но они дают свет. И холл получится тоже светлым. Потому что, ну, с одной стороны, большая площадь остекления на лестнице. А с другой стороны, наверху, вот эти вот окошечки-бойницы. Да, показалось мне странным, что при таком размере и размахе нету приватных санузлов. Ну, видимо, заказчики в этом не нуждаются. Тем более, что на четыре спальни и так санузлов целых три. Всего тут хватает. Еще раз гостиная. Ну, на этом мы, в общем-то, завершаем наш беглый обзор. Хотелось просто показать вам планировку. Да, будут нормальные ролики в нормальном формате. Простройку. Все это будет. Но пока получается, что получается. Короче, кажется, уже это говорил в прошлых роликах. Вам спасибо за просмотр, за оценки видео. Такие и такие. За ваши комментарии. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok